Железная логика Трампа Майкла Флина Он, говорят, пошел на сделку Со следствием Попробуем разобраться в этом, но не сразу Также, конечно, тема С Олимпиадой, довольно сложная Ситуация с допуском нашей сборной Тоже ее затронем Но начать мы решили Все-таки с Украины Давно не обсуждали мы эту страну А там происходят удивительные вещи В общем-то, интересные В частности, на Украине депутат Герасченко заявил, что В миграционном кризисе в Европе Виновата Россия, естественно Жалко, что вы не остановились, а то я попытался бы угадать Ну понятно, да, это вот я не додумался Надо было вообще викторину провести Маленькую викторину, Москва, по мысли Киева Вот как она виновата, платила По тысяче долларов За каждого беженца Кому? Герасченко? Ну, сейчас Война в Сирии шла уже давно, с 2011 года Но беженцы понеслись потоком в Европу Только в 2015-м, уверен Антон Герасченко Когда Россия стала там воевать С запрещенным в России Исламским государством В России Это вот он объясняет Это я цитирую То есть это не мнение редакции, скажем так В России было принято решение После того, как Европа ввела Экономические санкции А давайте создадим им проблемы Они создали проблему Выделялось по тысяче долларов За голого беженца Который из Сирии будет доставлен в Европу Миллионы беженцев Миллиарды долларов Герасченко привел даже конкретные суммы Взятые им неизвестно откуда Правда И уверил, что для России такая сумма Это же вообще ни о чем Конечно, ни о чем Вот такие дела А после этого они обижаются Когда мы называем их клоунами Ну а кто они, если не клоуны? Это серьезное заявление Видите, с цифрами, с фактами Сидел себе Герасченко Сидел и думал Чем бы еще привлечь к себе внимание Ну, во-первых, Герасченко Это просто Ну, вот Клоун в Кубе Да Ну, человек действительно Злобно ненавидящий Россию Несомненно Да Вот Но при этом Давно и надежно Взявший за принцип Что любое вранье Годится Если только оно Как бы Ну вот Встраивается в его песню Да Поэтому Ему периодически надо Заявлять вот такие Сверхскандальные Так сказать Какие-то Тезисы Вот Говорить откровенную Ахинею Лишь бы она Лишь бы она Привлекала к нему внимание Это во-первых Во-вторых Конечно, это демонстрирует Общий уровень Украинской власти Еще раз Когда Они действительно Взяли за основу Такие Принципы Геббельцевской пропаганды Вот уж пропаганды На которые Просто пробы ставить негде Вообще Факты не имеют значения Важно Как вы их подаете И Принимает ли их население Или не принимает Вот Но в этом смысле Надо сказать Что они Учатся у своих Учителей Американцев Потому что Это именно Американское Ноу-хау Которое Американцы Сейчас Вот Всячески Активно Раскручивают Не только сейчас Но и раньше Они это делали Вот Ну и которая Украина Так как она Находится На пути Интеграции В западное Сообщество Активно Перенимает Можно вообще Любую Ерунду Ерунду Так сказать Говорить Лишь бы это Лишь бы это Укладывалось В соответствующую Информационную Компанию Кроме всего прочего Конечно Кроме всего прочего Удивляет И уровень Компетентности В кавычках Украинского Обывателя Украинский Массовый Обыватель Ведь хавает Такую То есть Они вот Сидели Слушали И говорят А ну так Вот Теперь все понятно Вот иди послушай Что говорит Я вот Неоднократно Называл их Злыми детьми Вот так оно и есть Потому что у них В общем Огромного количества У миллионов людей У них вот Сознание таких Обозленных подростков Несмотря на то Что им может быть Уже и по 30 И по 40 И по 50 И по 60 И так далее А вот Вот так сказать Сознание Оно такое Все на подростковом уровне Вот А от этого Как бы и Злоба невероятная Потому что Десятки лет проходят Вот А им все объясняют Вот этими Тем что Россия Во всем виновата Ну и как же Вот она эта Россия Так сказать Злосчастная Все-то она может Хотя конечно Если верить Вот американским И украинским Там всяким разным Польским байкам То вообще конечно Россия Самая крутая страна На планете Вот Хотя они говорят Что то сказать Конечно мы Какой-то мордор Центр зла Вот Но сильный Невероятно крутая Страна В общем Американского президента Мы избрали Значит поток беженцев Сирию Из Сирии Так сказать Мы в Европу Организовали И вообще мы делаем Все что угодно Вот При этом К фактам Еще раз говорю Это не имеет Никакого отношения Ну например Интересно Как Герасченко Объяснил бы То обстоятельство Что подавляющее большинство Людей в этом потоке Вообще не граждане Сирии Он говорит Вот в 15-м году Тра-та-та Но согласно Европейской статистике Большая часть людей Там Как бы Там действительно Большое количество Сирийцев Бегущих от войны Но там Огромное количество Людей Которые вообще К Сирии Не имеют никакого отношения Это например Афганцы Как известно В Афганистане Орудует Группировка НАТО А вовсе не Россия Это Например марокканцы Это левийцы Которые Которые Бегут из своей страны В результате Военной операции Которую предпринял Евросоюз Под прикрытием США Но понятно Такие детали Украинских пропагандистов Такие глупые детали Не интересуют Они знают Что мы заплатили По 1000 долларов Каждому сирийскому беженцу Интересно было бы Кстати говоря Послушать Свидетельство Каких-нибудь Сирийских беженцев На эту тему Но это же не так сложно Организовать Да это можно организовать Как кремлевские Наймиты Им платили по 1000 долларов Не обязательно Даже это будут сирийцы Можно даже украинцы Загримировать Да в принципе Можно и украинцы Спросить Это тоже возможно Но вопрос конечно В том что Насколько низко Опустили планку Воздействия На мозги населения Если в принципе С такими Фальшивками Выступают люди Облеченные На Украине Государственной властью Интересно Как это воспринимается Тоже нашими Например скажем Всевозможными Либеральными Любителями Украины Которые говорят Что на Украине Строится настоящая демократия А у нас Тут сплошная пропаганда Ну слушайте До такого Идиотизма Мне даже в голову Не пришло Опуститься До такого идиотизма Но с таким же успехом Например Можно было бы заявить Что это США Платит По тысяче долларов Каждому Бандеровцу И Значит Украинскому националисту За то Чтобы те выходили На митинги ЦРУ США Платит им всем По тысяче долларов Вот каждый Каждому стороннику Украинизации Тому Кто любит Украинский язык Тому Кто считается Украинским националистом Да и не только ЦРУ США Платит по тысяче долларов Причем ежедневно Я это утверждаю Уверен Что так оно и есть Но это вот что Это уровень Как бы разговора Что ли И потом с этими людьми Нам предлагают Как бы вести Уважительный разговор Уважительный разговор А вот почему Вы их всерьез не воспринимаете А как этих людей Можно воспринимать всерьез Если они всерьез Причем будучи обличены Разными постами На Украине Депутатскими званиями Могут вот такой вот Чушь Такую чушь нести Ну что делать Дело в том Что говорят Зачем вы все время это обсуждаете Ну потому что мы Говорим не о заявлениях Частных граждан Вот можно было бы сказать Что все это ахинея Которая не имеет Не имеет смысла Уделять внимание Но во первых Случаи подобной ахинеи Они повторяют Чуть ли не раз в неделю А иногда и чаще А во вторых Мы имеем дело С официальными представителями Украинской власти Вот Поэтому Нам приходится Нам приходится На это реагировать Так или иначе Что же делать Тем более что Обвиняют нас Ну ничего Ладно да Так сказать Вот все это сделали мы Вообще все это сделали мы Поэтому бойтесь нас Бойтесь А они еще собираются При этом одновременно с этим Они там собираются с нами Как-то там воевать Вот при случае Говорят что Чуть ли не поход на Москву Готов организовать Какой же поход на Москву Мы заплатим всем Вашим националистам По тысяче долларов Как бы и все И они станут агентами И агентами Кремля Конечно И все так мы и сделаем Несомненно Да Сергей Александрович Ну вот тут на самом деле Интересная история Потому что это вот как Не я украл А у меня украли Там не шуба А там что-то еще Тут в принципе Про деньги мигрантам Такая тема существует сейчас Но дело в том Что Германия Повысит денежную компенсацию Мигрантам За возвращение на родину Вот То есть может быть Вот оттуда растут ноги Он что-то там услышал Думает А Россия С Будунищей услышал Как бы да Вот Значит оторвался От бесконечных От бесконечных От бесконечных возлияний Или еще что-нибудь В этом роде И понял Может быть это его помощники Ему подготовили такую информацию Не знаю Нет я думаю Что он умышленно Совершенно сознательно Такие вещи на Украине Сознательно вбрасываются Они сделали все Для того чтобы максимально Опустить уровень Критичности Восприятия информации У своего населения Для этого в том числе Между прочим Они устроили блокаду Для всех практически Российских средств Массовой информации Потому что просто боятся Услышать какие-то Контраргументы Я говорю Есть например Какие-то содержательные моменты По которым можно спорить По которым можно Что-то доказывать Или так сказать Как-то слушать друг друга Но к сожалению Позиция украинских властей Официальных Она переполнена Таким откровенным Бредом Причем это Еще раз говорю Этот бред Выдают не просто Какие-то там Перепившиеся бандеровцы С улицы А официальные Вполне себе Люди занимающие Официальные должности Они в принципе Наверное Подпадают Под определение Циничные Ну конечно Будь вы украинским Гражданином И меня Потому что вместе С вами посадили Конечно Да Но вот еще давным-давно Еще в 14-м году Я говорил о том Что в принципе Вот эта вся Украинская революция За беспредельную демократию Она рано или поздно Придет к единственной мысли О необходимости Введения такой Националистической диктатуры Потому что никак по-другому Вот эти вещи Удержать под контролем Не получится Поэтому Значит Полная информационная блокада Там уголовная ответственность За Ну за всякие Сепаратистские мысли Они уже ввели У них Людей Так сказать Хватают за всякие Высказывания Которые связаны Там С поддержкой Например Там Донбасс И прочее Дальше Дальше будет больше Вот Они идут по этому пути Потому что на самом деле Никак по-другому Вот Все то Что у них случилось Оправдать Они не могут В общем-то Террор Это Неизбежный спутник Любых событий Которые именуются Революцией В самом В самом слове Революция Уже заложено часто Оправдание террора Так уж Так сказать Случилось Вот По крайней мере Исторически так происходит Вот Ну и одновременно Так сказать Там же неизбежно И заложено И потенциал Гражданского конфликта Любые события Объявляющие себя Революцией Неизбежно Ведут к гражданской войне Абсолютно Неизбежно Никакого Другого выхода В этом случае Невозможно Вот Украина Конечно В таком Немножко Таком Курьезном Полуцирковом стиле Но все равно Подтверждает Эти В общем Такие достаточно Понятные истины А вот по поводу Полуциркового стиля Вы наверное Слышали Тут недавно Генпрокурор страны Чему-то вдруг Непонятно с чего Вдруг преклонил колени Перед новым флагом Который ему Порошенко Вручал В прокуратуре Поцеловал его Все начали говорить И прослезился Да Ну в интернете Естественно Все взорвалось В украинском сегменте Что называется Значит Снимок На котором Генпрокурор Юрий Луценко Преклонив колено Принимает у президента Страны Петра Порошенко Новый флаг И целует Символику ГПУ Генпрокуратура Украины Появилось Множество мемов Все такое Но на самом деле Некоторые говорят Так это же масонский ритуал То есть там все Очень все запутано Масонский ритуал Не ну в принципе Такой масонский Или псевдомасонский ритуал Он принят То есть они очень мистифицированы В огромном количестве стран Да В общем так сказать Целование знамени Здесь Или других государственных символов В разные эпохи В разных странах Практиковался Практикуются Я думаю Будет практиковаться В принципе Просто это выглядит Очень олиповатым Здесь конечно такого Ничего такого Прямо уж криминального В этом нет Но то что это выглядит Немножко смешно Это действительно так Особенно когда это делает Луценко Человек который Неоднократно Опозорился Своими выходками В том числе пьяными выходками Там известно В германском аэропорту Как он там Воевал С этой С германской полиции С своими Своими так сказать Случами своей Вопиющей некомпетентности Ну и вообще Женим говорят Что у этого человека Нет даже Юридического образования А все его дипломы поддельные Ну ничего В общем для революционера Это не проблема Хотя я не знаю С какого собственно Будуна вдруг Луценко стал революционером Если он занимал Государственные должности И до вот этого Майдана Ведь они же должны были Провести иллюстрацию Они же обещали всех А ты и Иран был такой Который при всех Во Франции Руководителях И во время революции До революции После революции Со всеми работал И одинаково хорошо Срабатывался Да в том и дело Что там огромное количество людей Помните как они распиарили Вот эту вот Свою иллюстрацию После После Значит Событий 14-го года На Майдане Говорили что все Все кто мог быть Хоть как-то связан С бывшей государственной властью Должны быть отстранены В итоге закончилось тем Что отстранили Или политически неугодных Или неугодных По каким-то Карьерным соображениям Или по соображениям Передела ресурсов Вот А все остальные остались Вот тот же самый Луценко Но он занимал Неоднократно Государственные должности Еще до До Майдана 14-го года Ну ничего Вот видите Поцеловал Так сказать Прапор Жовто-блокитный И все Прослезился Высморкался туда Как бы Да и все нормально Все дела Ну а так Нет Так в общем-то В этом ничего такого Я знаете Такого прямо С ног сшибательного Не вижу Тем более Тем более Что все-таки Как-никак А это можно считать Силовой структурой Ну вот Я вам скажу Тут одна из карикатур Мне кажется Вы согласитесь с ней Там Порошенко держит Вот этот вот Флагшток А на нем висит Гигантский американский доллар И вот его-то как раз Целует Генпрокурор Украины То есть вот так вот Представили это все В соцсетях Наверное Это недалеко от истины Нет Недалеко от истины Недалеко от истины То Что вся современная Украинская государственность Она Целует доллар Выглядит недоделанной Скажем так Вот В принципе Это конечно был признак Всех постсоветских Государственностей Но украинская Этим отличается особенно Вот А после 14-го года Это просто Еще раз говорю Просто все это принимает Какие-то Действительно Формы Злого цирка Вот злые клоуны Это как раз про них Вот вполне себе Такие голливудские персонажи Вроде как хочется смеяться Вот Но одновременно И В общем Это смех Смех сквозь слезы Что называется Когда мы смотрим на то Что там происходит И персонажи В общем-то Такие же Депутаты И помощники Министров внутренних дел Делающие нелепейшие Бредовые заявления Прокуроры Которые пьяными бегают По этим самым По Аэропортам Ну и прочее Но флаг Он вполне возможно Целовал Трезвым Практически трезвым Может быть Может быть Он вполне себе Понимаете Тут какая штука Может быть Он вполне себе И искренне Это делал Другое дело Что просто Репутация этого человека Делает Этот акт Ну Каким-то Скажем так Комичным Что называется Слегка Или по крайней мере Не вызывает доверия Большого Так Сергей Александрович И еще одни Про Как вы сказали Злые клоуны Украинский Шоумен И телеведущий Вот тут уже Прямо шоумен Объявил о создании Собственной политической партии Всем очень понравилось Название Бриллиантовая рука Партия будет называться А в чем смысл партии Я вам расскажу Главные задачи Ну вы и сами знаете Какие главные задачи Ставят обычно себе партии На Украине Да и в любой стране Это контроль над соблюдением законов Преследование контрабандистов Ну понятно И поддержание общественного порядка Ну учитывая тот факт Что контрабандой на Украине Занимается служба безопасности Украины Сложно будет работать Да Я не исключаю Что партия Это организовано не случайно Потому что СБУ крышевало контрабанду И при Януковиче И при Порошенко Это известное дело Они как бы отвечают За вот эти пограничные Переходы И они Значит Имеют очень неплохие деньги И не первый год С всевозможных Контрабандных потоков Поэтому не знаю Что он там подразумевал Этот шоумен Не исключая Что тут тоже Такой политический проект С подтекстом Впрочем Он только подчеркивает Тот факт Что действительно Все это имеет Такой характер Клоуна То есть в любой момент Он может соскочить с темы И сказать Что типа Ну а что Я это Шутил Шуткую Это была шутка А если вдруг получится Ну что ж Действительно Глядишь И займутся Какой-нибудь контрабандой Хотя конечно Воевать с СБУ Достаточно будет ему Если получится Займутся контрабандой Если получится Сами займутся контрабандой Это на самом деле Это как борцы с коррупцией Вообще один ход От этой мысли До вот этой мысли То есть партия говорит Мы будем бороться с контрабандой И сразу первое Что приходит на ум Если им повезет Так они смогут на это сесть Да сесть на эту контрабанду Вообще борцы с коррупцией Это самые хоррумпированные деятели Очень цинично А вот у нас Между прочим Вот сейчас вот Процесс над этим полковником Захарченко Который собственно Занимался тем Он наборол столько Что не могли вынести 10 человек Не на мало Бориться с коррупцией Конечно Бороться с коррупцией Святое дело Такая же ситуация Сейчас на самом деле И на Украине Создание этого ведомства Антикоррупционного бюро И многих других органов Вот я уже об этом говорил На мой взгляд Это просто передел рынка Что называется Коррупционного И его главная задача Перенаправить потоки И поставить эти вещи Под контроль других людей Вот поэтому С бриллиантовой рука Который будет бороться С контрабандой Якобы Мне кажется Как раз Имеет цель Может быть На контрабандные потоки Идти и сесть Ну а так Не знаю Может быть Это конечно Все не более чем Не более чем шутка И навеяна сюжетами фильма Хотя не знаю Может быть Вообще авторские права На это название Наверное Где-то у нас находятся И вообще Все это отдает Конечно Советским прошлым Ну шоумен Он же все-таки Да Мы же говорили В начале Ну вот Видимо оттуда Это все и растет Ну да А сейчас вот Сейчас вот например Там как бы тоже Вот я говорю Все просто имеет Все имеет какой-то Полупорнографический Или откровенно Порнографический вид С точки зрения того Я имею в виду Что Но все выглядит Невероятно фальшивым Вот сейчас например Там прошла Вот известная На выходных Это акция За импичмент Значит Порошенко Во главе с Саакашвили Прошел там Только хотел сказать Гей-парад Это демонстрация Демонстрация Во главе с Саакашвили По поводу Значит импичмента Порошенко Собрали несколько тысяч человек В принципе Сделали картинку По крайней мере До тех пор Пока Не стали снимать с высоты Вот И когда сразу Стало видно Сколько их там Да Но тем не менее А там можно дорисовать Пока они шли по узким улицам Да Картинка была Вполне себе Вполне себе такая Неплохая Вот И как известно Как известно Как бы телеканал Ньюс Ван По-моему Или еще какой-то Да Ньюс Ван Я вот хотел Кстати сейчас Перейти к нему Да По этому поводу Высказался По поводу Порошенко Так что вы думаете Националисты Прямо такие вот Убежденные националисты Тут же встали На защиту президента Которого вообще Они обычно ругают То есть Я к тому Что все пропитано Некой фальшью И нет никаких принципов Еще раз говорю Главный принцип Украинской политики Это полная беспринципность Кто быстрее Переобулся в воздухе Сделав сальто Наоборот Двойное сальто назад Вот тут собственно И есть эффективный политик Но на самом деле Михаил Саакашвили Он человек интересный Я думаю Мы сейчас Прервемся Да Потому что Вот он например Рассказал После какого количества Выпитого Порошенко допускает Свои ошибки Согласитесь Это же все таки Интереснее Послушать людям Вот это Чем им будут рассказывать Про какие-то реформы И законы Сейчас обсудим Про выпитое все таки Небольшая пауза 5-5-33-Вести Пишите нам Сергей Александрович И вот значит Саакашвили На митингах На своих На выступлениях Вот рассказывает Что Об алкогольных Пристрастиях Президента Украины А также о том Какие напитки Предпочитает Вся украинская элита Это вот Это вот дальше О серьезных политиках Ну конечно Что они там бухают Да Экс-президент Грузии Рассказал Что обсуждал С украинским лидером Вопрос производства Качественного вина На Украине Однако Порошенко Не верит в такую возможность Значит Президент Украины Петр Порошенко Не употребляет Больше алкоголя Чем следует Все разговоры О его пьянстве Являются мифом Такое заявление Сделал экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили Он сейчас Далеко в недружеских Отношениях С украинским лидером Но тем не менее Говорит Он много не пьет Это легенда Говорит Саакашвили Это легенда Что он много не пьет Или что легенда Что он пьет Что он пьянется Что он много пьет Порошенко не обязательно пить Говорит Саакашвили Чтобы совершать Столько ошибок Но все свои ошибки Он допускает На трезвую голову То есть это еще и хуже Понимаете Это еще хуже Так бы было Хоть оправдание какое-то А предпочитает он вина Производство Италии Франции Как и вся украинская элита Вместо того Что пить родное свое У них есть на Украине Вино, кстати Нет, вино на Украине Конечно есть Виноград есть Но в принципе, конечно Крымское вино Считалось когда-то украинским Хотя, конечно Украинским оно никогда не было По большому счету Потому что вообще Все виноделие И в Крыму И на Украине Оно связано С историей Российской империи И больше ни с чем Именно всевозможные Так сказать Российские Вельможи Чиновники Виноделы Которые Вот эту отрасль ставили Вот И в том числе И на юге России А именно в Малороссии На Украине Оно есть Виноградники эти есть За пределами Крыма Но не пьет То, что делается Да, то, что делается Вот не в Крыму Оно, конечно Невысоко котируется Мягко говоря Вот другое дело, конечно Какой-нибудь самогон Там или Я не знаю Вот то, что называется водка В принципе Есть на Украине Неплохая водка Вот, скажем так Да Вино немножко похоже Хотя вино там на любителя Что называется Вот, но вообще Что касается этих слухов Действительно Слухов о том, что Порошенко злоупотребляет Алкоголем Их довольно много Я не знаю Насколько это правда Или неправда Я уверен абсолютно Что он алкоголь употребляет В каком количестве Мне трудно судить Я когда-то слышал Что он даже Минские соглашения Подписал Под влиянием Ненасытной жажды То есть, грубо говоря Когда уже там В 8 или 10 часов Шли переговоры А выпить все еще Никак нельзя было Вот, он решил уже Подписать все Все, что ему там Положат на стол Лишь бы пойти Уже, так сказать Опрокинуть стакан Но это я просто Вам говорю то Что слышал В качестве слухов Так это было Или не так Я не знаю Вот, естественно Большая политика Конечно, да Да, но как бы эти Слухи такие ходили Скажем честно Скажем честно Не знаю Хотя сторонники Порошенко говорят Что ничего он там не пьет У него просто Сахарный диабет И вообще он пить не может Но именно из-за Сахарного диабета Уже достаточно высокой стадии Он вот выглядит так Как будто он злоупотребляет Но ведь Саакашвили Нам предложил Какую-то компромиссную версию Насчет того Что он пьет Но в меру То есть культура питья Как вспоминают сразу Михаила Сергеевича Горбачева Перестройку Развиваем культуру питья Но пьют они Итальянские и французские вина Что-то я сомневаюсь Честно говоря Если честно Да Вот может быть Это слишком изысканно Может конечно после революции Достоинства Все изменилось на Украине Но раньше в основном Пили водку и виски Ну скажем так честно И не делали из себя И не строили Из меня тебя не ломают Что называется Вот это вот так сказать Я пью только французские И итальянские вины Я вас умоляю Не ну где-то там Кто-то может быть Так сказать Какие-то их жены И так далее А вообще Украинские политики Олигархи Военные В основном Употребляли По крайней мере Вот в те годы Когда я туда ездил В основном Употребляли крепкие напитки И в общем Это не выглядело зазорно Чтобы время не терять Чтобы время даром не терять Потому что Что такое Вот французское Или итальянское вина Чтобы его Чтобы с ним сидеть Нужно время А времени нету Люди дело делают Поэтому хлопнул и побежал Поэтому да Надо как-то сократить Этот вот Этот отрезок Значит От и до Да С максимальным повышением Эффективности Что называется Приём Надо процесс Сделать более эффективным Да Эффективный руководитель Хотя я конечно Призываю всех Отказаться От этой культуры Что называется Культуры алкоголической Которая очень сильно Значит у нас Много десятков лет Развивалась Вот Но иногда тоже Невозможно не пошутить На эту тему Ну вот Некоторые тайны Украинской политики Сергей Александрович Но по поводу Свободы слова на Украине В Киеве Неизвестные в военной форме Блокируют телеканал Ньюс Уан Ну да О чём мы уже начали говорить Да Он Дело в том Что транслировал Как вы правильно сказали Тут марш За импичмент Который Саакашвили устроил Ну и видать Я не знаю Как-то тут Не со всеми согласовали Что ли Как так может быть Ну Пресса должна работать Свободно То есть вот Показывает она Показывает там что-то И никаких людей В военной форме Ну там не положено В европейских странах Не бывает Что против Меркель Показали марш И Меркель привела туда Своих И всем надавала Ну смысл Смысл короче простой Да Вот есть такой телеканал На Украине Там значит взяли И заявили о том Ну там было ток-шоу Определённое Да И по-моему Евгений Мураев Есть такой депутат Из оппозиционного блока Который бывший Партия регионов Взял и сказал Хотя я здесь Ничего нового не вижу Взял и сказал Что вот Эта революция достоинства Была государственным переворотом С одной стороны А с другой стороны Этот же канал Дал Единственный канал На Украине Который дал репортаж Вот с этого Марша за импичмент Который проводил Саакашвили Что здесь такого ужасного Я честно говоря не понял Но это видимо Очень обидело Порошенко Тем более что Здесь же как бы Всё ближе и ближе Четвёртая годовщина Уже четвёртую годовщину Начало этого Майдана Уже отметили Потому что он в октябре начался Сентябре-октябре А закончился он Как известно в феврале Полной победы И потери Крыма А также часть частей Луганской и Донецкой области Ещё падением курса валюты Ну там много плюсов всяких Это так просто Это так сказать Что называется Мишура на ёлку Вот Так вот Приближается же Славная четвёртая годовщина Этой революции И вот В преддверии этой годовщины Решили покритиковать Саму по себе Эту революцию А заодно и Порошенко Которому значит Саакашвили У сторонники Требуют импичмент Ещё раз говорю Акция была Не ахти какая массовая Но тысячи Пожалуй там Пять он собрал Вот ещё раз говорю На узких Там где они проходили По узким улицам Это эффектно Выглядело В принципе да Вполне себе Картинка была Неплохая Ну и вот И вот вдруг По этому поводу Какие-то прям такие Патриоты-распатриоты Взяли и заблокировали Этот телеканал И требуют от него Ни много ни мало Как изменить Редакционную политику А полиция Которая стоит рядом Делает вид Что это ничего не происходит Слушайте Ну вот Что тут вообще обсуждать Вот дальше Страна под названием Украина Всем тут Четыре года подряд Рассказывала Как они движутся в Европу И как на самом деле Для них права человека И свободу слова А также прочие Демократические ценности Являются Высшим Высшим смыслом Вот всего этого движения Ради которого Они готовы себе И уши отморозить Да что называется И при этом Всегда ставится В качестве Оппозиционного примера Считается Россия Что они вот идут Хотят уйти от России Забыть Это страшное Тоталитарное прошлое Эту оккупацию При которой вроде как Вот все эти права И свободы И попирались Что же мы видим Значит критика Критика действующего президента Тут же вызвала Не что-нибудь О блокировании Одного из Общенациональных Телеканалов Какие-то мешки Его заблокировали Неизвестные лица Не имеющие никакие На то полномочия А полиция Которая вроде как Должна такие вещи Предотвращать Она вообще на это Смотрит совершенно спокойно Вот что-нибудь подобное У нас вот сейчас В нынешнем Действительности возможно Но вот известная Радиостанция Не хочу ее рекламировать Она поливает Круглосуточно Поливает Причем Фактически На деньги Окологосударственные Корпорации Поливает С утра до вечера Собственно Россию Начиная как бы От ее властных Структур Заканчивая Ей всей Там историю И прочее Прочее Никто ее не блокирует Не берет в кольцо Не это самое Это недоработки Режима Не обматывает Колючей проволокой И не требует Ведь они что требуют Изменить редакционную политику То есть они говорят Вы должны говорить Только то Что будет нравиться Президенту Порошенко Вот А больше Никому не будь А именно президенту Порошенко Потому что Вот их вот оскорбил Марш за импичмент Кто это Что это Там показывают Показывают Видео оттуда Ну Там топчет Например Плакаты Нет Видео Я имею в виду С этой С блокированием Телеканала Ну собралось Человек 15-20 То есть разговоров О том Что их не могут Разогнать Об этом вообще Нет разговора То есть это Явно Явно Одобренная Властями И скоординированная Акция Люди Которые там стоят Называются Украинскими националистами Там патриотами И прочее Но националистами В первую очередь Вот они там Опять же За Бандеру и Шухевича А тут рассказывают Кстати кто блокирует Ну и вот Это как вообще Как это выглядит Вот к чему это все Причем я говорю К вопросу о Калунаде Туда же К ним К тем блокирующим Подошел Саакашвили Со своим маршем Из-за которого Те блокируют Вот Оно закончилось все тем Что руководитель Этой акции По блокированию И Саакашвили Пожали друг другу руки Ну что это такое Ну то есть Это вообще какой-то Вот реально Может Саакашвили Не до конца понял Реально полный дурдом Да Вот то есть Те блокируют В том числе За то что Это был единственный Телеканал Который показал Этот марш за импичмент А Саакашвили Который ввел Этот марш за импичмент Пожимает руку Блокировщику Вот этому блокировщику То есть Вот скажите Кто там сумасшедший Не палата ли номер 6 Вообще Вот эта страна И все что в ней происходит Ну вот тут Евгений Муратов Это владелец Телеканала Он объясняет У него есть информация Мураев Ой Мураев Да Мураев Значит Дмитрий Корчинский Из администрации президента Вот ему дали деньги А что А Корчинский Сейчас в администрации Президента работает Да Дмитрий Корчинский Из администрации президента Это руководитель Одной из Наиболее известных До Майдана Националистических организаций УНА УНСО Вот Своё время Которая Когда-то отметилась Ещё тем Что посылала Своих добровольцев На первую Чеченскую войну На вторую Уже не посылали Потому что там Могли убить Вот Что называется Вот И они Эту тему Националистическую Качали и При Януковиче И при Кучме Кстати тоже К вопросу о том К вопросу о том Что К вопросу о том Что вот Росказни Вот Янукович Пропоколиневский Президент А как же тогда Все эти организации Тогда существовали При этом Не просто существовали А неплохо все жили И процветали даже А что теперь Корчинский В администрации президента работает Это тоже они говорят У нас никаких неонацистов Во власти нет Ну вот он Депутаты вообще не в счёт Если Корчинский Работает в администрации президента То вообще там Ну если это тот Корчинский по крайней мере. Ну, Дмитрий. Пробы ставить негде, потому что он просто пробитый, что называется, неонацист. Вот он никогда этого не скрывал, и всячески это пропагандировал. Но вот если верить Мураеву, то Корчинский принимает деньги, пожертвования принимает. Ну, конечно, пожертвования на борьбу. Да, дали деньги за то, чтобы заблокировать единственный канал, говорит Мураев, который прикладывает, дальше тоже интересная формулировка, максимум демократических сил к отставке президента и призывает, а, и показывает ситуацию в стране. Вот. А Корчинский блокирует. Но он смог, видимо, денег дали только на 10 человек. Вот смотрите, откровенный неонацист теперь работает в администрации президента и принимает бабки для того, чтобы организовывать незаконный совершенно, с точки зрения законов Украины, блокаду средств массовой информации с требованием к этому средству массовой информации не говорить больше ничего того, что может не понравиться президенту, в администрации которого он работает. Вот это как? Это как? Это вот украинская политика. Мы прервём, сейчас погода у нас. Железная логика. 5-5-3-3-100-8-903-170-63-63. Сергей Александрович, ну что там с Украиной, наверное? Ну ничего смешного больше нет, поэтому, так сказать, из новостей. Поэтому давайте с Украиной закончим. Да. Ну и так вот, напоследок... Хотя мы к ней вернёмся по экономическим вопросам. У нас, да, мы попытаемся подробнее обсудить экономику Украины, но уже через час, после четырёх. Так, ну что, у нас тут, я вот начал вам говорить, ну в качестве иллюстрации вот украинской темы. Германия повысит денежную компенсацию мигрантам за возвращение на родину. Мне кажется, это хорошая очень тема, потому что вот у Меркель же проблемы, там выборы у неё прошли не так удачно, как все думали. Да. И многие говорят, что вот это, как это у неё было, «Хершлих Вилькомен», «Добро пожаловать», политика была, когда она, беженцев, давайте, все к нам, все к нам, мы вас всех принимаем, и с плакатами встречали они. И вот теперь, не знают, что делать, представляете, собираются давать специальную компенсацию в сумме до трёх тысяч евро. Обалдеть можно. Если тем, кто покинет Германию. Вообще можно сделать неплохой бизнес мигрантам. Взял, покинул Германию, получил три тысячи евро, там где-то потусил-потусил, может быть, не знаю, поменял документы, опять приехал, ещё раз три тысячи евро снял. Я уверен, кстати говоря, что если это дело пойдёт, обязательно образуются какие-то организованные преступные группировки, в том числе и из тех, которые курируют этот трафик. А там есть группировки, которые курируют. Поговорили, ливийский трафик, он полностью криминализован. То есть, есть банды конкретные, между прочим, из числа революционеров тоже, которые свергали Каддафи, которые этот трафик держат под контролем и наживаются на нём очень неплохо. Вот теперь, если, например, действительно этим беженцам будут давать по три тысячи евро, ну, их судьба не завидна, я думаю, многих из них будет просто убивать. То есть, они получают деньги, поехали, убили. Да, поехали, убили, деньги отобрали. Потому что то, что там существует, другим словом, кроме как беспредел, в этом смысле назвать нельзя. Для тех банд, которые занимаются, для них жизнь этих людей вообще не стоит ни копейки абсолютно. Для них они просто хуже мусора, что называется, хуже животных. Поэтому я не знаю. Конечно, что касается Европы, то она показывает в этом смысле абсолютное бессилие. Потому что вот это вот стремление, давайте будем им платить, чтобы они только уехали, это тоже такой стокгольмский синдром заложника. Знаете, то есть, сначала мы их позвали, потом оказалось, что они совсем не такие, как мы думали, теперь мы хотим заплакать и уже не знаем, что сделать. Может быть, даже им денег дать, лишь бы они от нас отвязались. Но это же полное бессилие, это полная фиаско. Странно, как многие европейцы этого не понимают. Потому что, ну, не знаю, наверное, понимают, но мы, по крайней мере, их голоса не слышим, потому что это абсолютная фиаско. Полное стопроцентное бессилие. Значит, если вы их позвали, надо было думать, как вы будете с этим справляться. Если вы не можете с этим справиться, означает, что вы совершенно неправильно проанализировали ситуацию. Если вы собираетесь их выдворять, то проявите силу и примените закон для того, чтобы это сделать или перекрыть хотя бы границы. А если вы собрались им платить, то считайте, что вы сами... Это, знаете, как рэкет, грубо говоря. Если только прогнулся, всё, да? Если ты прогнулся, ты один раз заплатили, и всё. Вот, собственно говоря, на этом огромное количество криминальных схем, совершенно таких классических, построено. Да, если ты хотя бы один раз это сделал, ну, всё, тебя дальше будут доить и приветочить. Я сразу поэтому вот именно такую схему себе представил, что на этом будут делать деньги. Если можно с этого живого товара получать с каждого по 3 тысячи евро, пусть даже по 2 тысячи. Ну, посчитайте, сколько там бенжетов, миллион. Вот умножьте миллион, например, который приехал за последние пару лет на 3 тысячи евро. Три миллиарда. Три миллиарда евро. Да за такую куш, я вас уверяю, как бы в какой-нибудь Ливии разрушенной или... Да даже в Турции. Да даже в Турции в это дело вступят люди, которые, конечно, начнут на этом зарабатывать деньги, несомненно. Такой поток. Это же можно просто даже там перештамповывать документы или ещё что-нибудь в этом роде. Хотя, ну, я не знаю, там, может быть, там есть некий дактилоскопический контроль. Или ещё раз говорю, их можно просто утилизировать, что называется. Этих людей можно просто убивать. Или отбирать у них деньги. Вот 3 тысячи евро человек на границе, его встречают тут же на границе, разувают, раздевают, так сказать. Давай сюда. Вот тебе 300 оставляем тебе, чтобы ты не сдох с голоду, а остальное нам в приход. Всё. Вот я уверяю, что, по крайней мере, в случаях с Ливией будет именно так и никак по-другому. Но европейцы делают вид, что они этого не замечают. Ведь они многих из этих людей, которых они сначала позвали, потом испугались, и они собираются во дворе за деньги, я серьёзно говорю, они многих из них таким образом будут обрекать на очень тяжёлые испытания, может быть, даже на смерть. То есть надо просто правде в глаза смотреть. Но европейцы довольно цинично относятся вот к этому делу, потому что в Африке они нанимают племена, чтобы останавливать поток из сердца Африки. Ну а вот скажите, а как это сочетается у них в голове? С одной стороны, они все уши прожужжали про комплекс вины, про то, что на самом деле принимать беженцев – это такой акт милосердия со стороны Европы. Как это сочетается с тем, что они одновременно с этим же нанимают племена для того, чтобы останавливать потоки беженцев? Или вступают в контакт, например, с какими-то криминальными сообществами, или вот теперь платят этим людям деньги, лишь бы они убрались, а что там с ними будет дальше, не имеет никакого значения. Это же говорит о полном бессилии и фактическом, и концептуальном этих самых европейцев. То есть никаких у них ценностей на самом деле нет, как выходит. Потому что за ценности надо чем-то жертвовать и бороться. А получается так, что мы позвали и думали, что всё будет хорошо, а раз всё нехорошо, то, честно говоря, и плевать нам на эти ценности. Но это означает, что никаких ценностей у вас и нет на самом деле. Куда смотрят правозащитные организации, кстати говоря? Как они на это будут реагировать, интересно? Ну, сквозь пальцы, наверное. Видимо, да. Или как-то, я так понимаю, что... Сквозь 3000 евро. Можно очень хорошо объяснить народу и правозащитным организациям какую-то свою позицию, но скрывать определённые факты. Что вот беженцев стало меньше, но вы же рады, рады, ну и слава богу. Какая у вас разница, как мы этого добились? А на то, что с ними там будет, ну, мы не будем просто смотреть на это, и всё. Ну, мы этого не видим, и привет. Но я хочу сказать, 3000 евро-то, это немного, потому что, чтобы семью перевезти из какой-нибудь Ливии в Европу, это большие деньги на самом деле. Это не билет на самолёт купить. Ну да, наверное. То есть, это ещё в минус людям. Наверное, это да, это так. Ну, то есть, в любом случае, это очень такое спорное решение. Но для меня самое главное именно то, что это демонстрирует полное бессилие. То есть, в итоге госпожа Меркель сначала всех развела на эту эмиграцию, на то, чтобы этих эмигрантов принимать, а теперь думает, как бы откупиться от всех этих дел, ну, чтобы только ей лично никто не тыкал в нос, что она не справилась с этой проблемой, что она её сначала организовала, а потом не справилась. Я думаю, что, несомненно, её оппоненты в Германии эту тему будут подхватывать и раскручивать, потому что это демонстрация неэффективности. Мы говорим, что вот в Европе очень эффективные социальные технологии. Вот вам одна из суперэффективных, якобы, социальных технологий. Но столкнувшись с кризисом, да. И, кстати, между прочим, эти деньги отберут, их там у этих эмигрантов не отберут, не имеет значения, это деньги европейских налогоплательщиков. То есть, власти Европы сначала сами затянули этих, тоже на деньги этих налогоплательщиков, этих мигрантов в Европу, на деньги этих налогоплательщиков европейских. Они их кормят, поют, размещают по всяким приютам и прочее. А теперь на деньги тех же налогоплательщиков собираются их обратно выдворять. Вот если на круг посчитать, сколько бабок на это потрачено. Ну, сколько заработано. Я думаю, что речь идёт о десятках миллиардов евро. А это всё деньги из бюджетов этих государств, которые платятся в виде налогов, в первую очередь. И ничего вообще, как с гуси вода. Эти власти... А фактически это ошибка властей. Или не ошибка, или я не знаю, что какой-то непонятный такой план. А видите, Сергей Александрович, какой экономический блок, в какой стране не возьми. Всё какие-то вопросы к нему. Это точно. Что ж такое, думаешь? Ладно, сейчас у нас небольшая пауза. В следующем часе мы продолжим. 55-33-2008-903-170-6363. Железная логика.